Несмотря на то, что Саадабая Шабданову сейчас 82 года, он на культурном мероприятии, приуроченном к неделе традиционной музыки, сыграл все свои великие несменные композиции на Коу-музе. Я рад тому, что сегодня есть люди, уважающие культуры. Рад, что я известен среди общества и обучаю своих учеников музыке. Моя главная задача заключается во внесении вклада в развитие кыргызского искусства. Мои ученики обучаются истории, учат мелодию, ку-музе и другим тонкостям. Основная цель событий заключается в передаче великих культурных наследий будущему поколению, их знакомства с величайшими личностями современности. «Мы должны сохранить культурное наследие и ценности, которые нам достались через века нашими предками. Наша главная цель – это популяризация искусства, не дать великой истории забыться, учить наших детей для того, чтобы они передавали знания будущему поколению». Следом прозвучали песни, исполняемые на Ко-музе от учеников профессора и трудового деятеля культуры КАЭР Калубека Джекшенова в честь его 70-летия. Более 100 ученых как оффлайн, так и онлайн посетили Конгресс научными докладами. В нем приняли участие ученые 15 стран от Индии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Германии и других. Им были вручены благодарственные письма от Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики за участие и за вклад в развитие традиционного музыкального искусства. «Я очень рад участвовать на этом международном конгрессе традиционной музыки и танца. Это очень значимое событие для музыкантов, кто работает на сохранении и распространении традиционного музыкального и танцевального искусства. И Центральная Азия имеет очень богатую материальную культуру, и такие события, такие мероприятия, такие конференции и встречи очень нужны для обмена опытами, обмена знаниями». «Сегодня я посетил конгресс с научным докладом, где были затронуты темы о смысле традиционной музыки тюркских народов. Я очень рад, что принял участие в конгрессе музыки и танцев. Выражаю благодарность всему кыргызскому народу. Для меня была отличная возможность в знакомстве с традиционной музыкой Кыргызстана». Отметим, неделя традиционной музыки продлится до 25 апреля. Салима Дюшембекова, Чингис Садыков, СТВ.